Всем привет, мои дорогие! Сегодня я делаю просто необыкновенно вкусный карамельный рулет. Он реально очень просто делается. Вообще не ломаются у него боковушки, не крошится, прекрасно сворачивается и реально очень насыщен вкусом. Мне очень понравился. Делается он мега просто. Взбиваю для начала 3 яйца с 60 граммами сахара. Взбиваю до пышной массы. Она должна посветлеть. Это буквально займет там минутки 3 на высокой скорости комбайна у меня. Добавляю сюда даже может чуть меньше четвертой части ложки чайной соды. И теперь добавляю сюда 2 столовые ложки меда. Мед у меня уже капельку засахарился, поэтому кажется так, что с горкой. Он сейчас прекрасно в тесте разойдется. И взбиваем буквально там минутку для того, чтобы мед у нас там растворился. Получается вот такая вот воздушная легкая масса. В эту воздушную массу просеиваю муку. Муки здесь не очень много. Как раз благодаря этому наше тесто будет более эластичным и лучше свернется. При этом оно не должно получиться прям очень воздушным, потому что это тоже будет влиять на сворачиваемость теста. На маленькой скорости перемешиваю, чтобы вся мука разошлась. Это можно сделать и вручную, если вы боитесь, что тесто сильно опадет. Вот так вот. Собираю, чтобы вся мука разошлась. Вы видите, тесто более текучее, чем, допустим, у меня на бисквит. Буду использовать вот такую вот замечательную форму. Покупала я ее на китайском сайте New Cheek. Показывала в одной из распаковок. Вещь реально крутая. И как раз я знаю, что она мне подходит под порцию вот этого вот на три яйца. У нее где-то сантиметровый бортик. Как раз прекрасно в нее ложится это тесто. Никуда не убегает. И наш бисквит получится ровным. Отправляем его в духовку на 180 градусов, где-то минут на 15. Но смотрите по цвету, когда он поджарится у вас. Буду использовать для начинки я пудинг. Почему пудинг? Потому что сворачивать рулет я буду горячим. А не все крема у нас любят горячий рулет. И поэтому буду делать именно пудинг. Его я буду горячим внутрь горячего рулета использовать. Перемешиваю пудинг. Взяла я, используя 350 миллилитров молока. Часть молока холодного в кастрюльке смешала с пудингом. Остальное оставила вместе с сахаром дозой кипания в кастрюльке. Вернула обратно это все добро на огонь. Довела до кипения и поварила еще в течение минуты. Постоянно помешивая для того, чтобы не образовалось никаких комочков. Вот такая вот красивая карамельная масса получилась. Вот мой уже готовый бисквит. Его можно проверить буквально деревянной палочкой, проткнуть, чтобы он был сухой внутри. Ну и по цвету вы видите, он такой должен у вас стать румяный. У меня немножечко искажается здесь цвет, потому что уже вечером снимала. Но у него такой румяненький цвет из-за меда, который вы добавляете. Кстати, мед можно собственно и не добавлять, если вы не хотите. Кладу горячий пудинг сразу на горячий свой рулет. И теперь буду сворачивать его вместе с вот этим вот силиконовым ковриком. Кстати, у меня вот оставались орешки с предыдущей моей выпечки. И решила внутрь посыпать еще орешками. Можно этого не делать, можно сюда положить что-либо другое. Можно большие крупные орешки положить. Теперь сворачиваем рулет. Плюс вот этого силиконового коврика не нужно ни на каком полотенце сворачивать ничего. Я заворачиваю горячим сразу вот так вот силиконовым ковриком. Придавливаю и сворачиваю еще раз. Рулет кажется поджаристым, потому что у него мед, но на самом деле он намного светлее. Я же еще раз повторюсь, что снимала я вечером, и поэтому немножечко искажается цвет. Оставляю вот так вот полежать его пару минут для того, чтобы он стабилизировался у меня, потому что он горячий, чтобы он не развернулся. Прижимаю его наподобие как мы суши делаем. Прижимаю, сдавливаю его, чтобы он хорошо у меня держал форму. Через пару минут, когда он капельку подостынет, можно развернуть. Если бы я делала на пергаменте, вот эта вот верхняя часть, она бы у меня вообще полностью вся сошла, и остался вот такой вот симпатичный коричневый рулетик. А здесь из-за силикона, вы видите, я вообще даже не поприставала на части рулета. Теперь после того, как наш рулет готов, можно сделать наверх какое-нибудь украшение. Я в этот раз буду делать туда карамельную такую помадку и посыпать арахисом. Арахис поджарила на сковородке до готовности и почистила от шелухи. Теперь поставила в кастрюльке просто сахар и помешиваю его деревянной шпажкой, для того, чтобы сахар не кристаллизовался. Довожу сахар до растворения и до карамельного хорошего цвета. Не так, чтобы он начал прям гореть и стал коричневым, но такой хорошо карамельный. Молоко поставила в микроволновку, чтобы оно у меня вначале закипело и было очень горячим, потому что иначе оно у вас может свернуться в карамели. И добавляю его в карамель. Вы видите, как пенится наша масса. Хорошенько перемешиваю и выключаю огонь, для того, чтобы пока месть утихомирилась и не бушевала мое молоко. Вы видите, красивый карамельный цвет такой у него получается. Как раз в горячем теперь молоке прекрасно растворяется вся карамель, не остается никаких комочков. Но теперь, чтобы стала более стабильная эта масса, я взяла еще буквально 30 мл молока, добавила 1,5 чайной ложки крахмала кукурузного. И в горячую эту смесь ввожу это холодное уже молоко. Получается вот такой вот соус. Если у вас получился гуще, можно сразу намазывать его на рулет. У меня получился он вот такой вот. И я его оставлю немножечко остыть и он сам по себе загустеет. После того, как мой сироп немного остыл, вы видите, он уже не такой текучий. И намазываю его на рулет. Полностью покрываем. Очень красиво получается. Пахнет безумно вкусно, очень карамельно. При этом оно пропитает немножечко еще наш рулет. И благодаря тому, что липкая вот эта вот часть, именно карамельная, на нее прекрасно пристают либо орешки, либо мак, либо кокосовая стружка. То есть, мне такой вариант украшения очень-очень нравится. Очень просто, очень быстро. Ну, реально палочка-выручалочка. И обклеиваю полностью вот так вот арахисом. Получается, ну, мега шикарный рулет. Он готов буквально там через 15 минут, его уже можно кушать. Он очень вкусный, очень нежный. Я уверена, вам понравится этот рецепт. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.